О чем думала рыба? Я покрутил ближечко. Оно развернулось. И я увидел ночь, скалистый берег, блик на волне. Он, правда, мог и показаться. Потому что потом уже не было его. Он утонул в волнах. И ветер сильнее сразу пахнул в лицо. Среди волнов, около берега, было страшно. В темноте мне рисовалась картина, как я вступаюсь или соскальзываю туда, в темную воду. Поэтому я молча стоял, не двигаясь с места. И насторожно смотрел на волны в сумерках. Они были в пяти-шести метрах от меня. Но ночная мгла, едва рассеянная луной, сквозь облачное небо, таилась между волнами, за ними, где плескалось море, и даже окутывало эти темные камни. И от этого они как будто приближались ко мне. И тогда я немного трепетал. Я знал, что там, где мой взгляд угадывает горизонт, там, на глубине локтя или даже ладони, плывет рыба. Ой, и так хорошо. Вкус воды, чуть размешанный с ветром, прилетевшим за 200 километров. Откуда-то из глубины дали морской, и блесточки матовые на поплавках, вернее, около поплавков. Она ощущала радостно, как ночь, как ветер, как туман вокруг луны, как луну. Потому что при полной луне плавать легче, как будто это почти полет. Почти не ощущаешь в своих движениях. Глаза. И глаза светились тоже радостным, тусклым светом. Я увидел рассвет. Он начался пожаром. Сине-зеленого свечения на горизонте. Я увидел день, и как волны, словно ладонями, от нечего делать, похлопывали по боку корабля. Я увидел трюм, где прыгали нерадостно совсем какие-то рыбы. Одна из темных спин, уже спокойно лежавших, рыб, была ее. Я догадался, в какой части трюма она, но не всматривался именно в ее спину. Мне было достаточно просто знать, что это справа. Он там. Я увидел ночь и стоящий в порту судно. С потушенными огнями. Я увидел кота, быстро исчезнувшего за углом складского строения. Так же быстро и похоже, что так же сомнительно, как та блеснувшая волна. Когда я стоял у камней, я увидел почти все. Осталось только заглянуть ей в глаза, чтобы узнать, о чем она думает. Я повернул еще блюдечко и посмотрел сначала на приоткрытый рот. Все зубы были на месте, как ни странно. Все было потеряно. И потом надолго заглянул в глаза. Жизнь прошлая невозвратима, как и ветер, который уже далеко и давно ставший другим. А в новой жизни никогда нет ничего от прошлого, кроме воспоминаний, сказала она. Но я нисколько не сетую и не грущу об этом. Я стала страшной и другой, и меня уже наполовину съели. Но я знаю и думаю, что волны это волны, а берег это берег, а ночь это ночь. А дерево, даже одинокое и высохшее, это одинокое и высохшее дерево. Да и мгновенье-то только мгновенье. А когда они собираются в кучу, это ощущение времени. Но ничто неповторимо. КОНЕЦ